Французские исследователи рассматривают Альпы Верхнего Прованса уже не как место происшествия, а как место преступления. Второй пилот рухнувшего аэробуса намеренно направил лайнер на столкновение с горой. Если так, то это не самоубийство, это массовое убийство. Погибли 150 человек. В Германии не верят, что молодой романтик, с детства мечтавший о небе, мог совершить поступок, который канцлер Ангела Меркель назвала немыслимым. Мой коллега Валерий Кипелов изучил дело во всех подробностях. Валера, здравствуйте. Зачем же молодой человек с уважаемой профессией и неплохой, в общем-то, зарплатой, проживавший в самой благополучной стране Европы, пошел на такой чудовищный шаг? Приветствую, Володя. Окончательных данных еще пока нет, но предварительные указывают на то, что Андреас Любец не был психически здоров и определенное время пребывал в состоянии глубокой депрессии. Судя по всему, он из этой депрессии так и не вышел. При обыске в квартире пилота следователи нашли порванные бумаги от его лечащего врача. И среди документов, в частности, была справка, согласно которой Любец не должен был работать в минувший вторник. И отсюда простой вывод. Молодой человек просто скрыл от своего начальства, что нездоров и сел за штурвал, имея четкую рекомендацию медицинского специалиста этого не делать. Что касается терроризма, то эта версия наименее вероятна. Ничего, что указывало бы на какие-то связи немецкого пилота с экстремистами или хотя бы на его симпатии, каким-либо радикальным идеям спецслужбы не нашли. Но давайте все-таки вернемся к самой истории и восстановим хронологию печальных событий. Самолет бюджетной немецкой авиакомпании German Wings во вторник, 24 марта, вылетел рейсом номер 9525 из испанской Барселоны в германский Дюссельдорф. Воздушное судно марки Аэробус А320 было совершенно исправно и успешно проходило все рутинные технические проверки, несмотря на четвертьвековую эксплуатацию. Примерно через час после взлета борт перестал отвечать на запрос авиадиспетчеров, а спустя короткое время самолет рухнул в гористой местности французской провинции Альпы Верхнего Прованса. Место катастрофы – чрезвычайно труднодоступная местность. Это практически скалистые ущелья. Лайнер разлетелся на множество кусков. В результате поисково-спасательная операция затянулась. Бортовой самописец был найден и отправлен на расшифровку уже в среду, а в четверг утром мир потрясла страшная новость. Дело не в поломке, не в технике, а в человеке. Авиакатастрофу инициировал второй пилот – 27-летний Андреас Любец. Черный ящик показал, после того, как капитан корабля, старший пилот Патрик Соденхаймер, вернулся из туалета и ввел на входе в кабину управления специальный код, дверь не открылась. Ее изнутри заблокировал Любец, который тем временем уже отключил систему слежения за полетом и перестроил автопилотируемую программу так, чтобы аэробус снизился с высоты в 12 километров до 30 метров. Первый пилот не прекращал попыток попасть в кабину, в том числе пытался сломать дверь топором, однако предотвратить беду не смог. Самолет, снизившись до минимальной высоты за 8 минут, врезался в гору на скорости 700 километров в час. Никто из 150 человек, находившихся на борту, включая и самого Любеца, не выжил. Политический или религиозный подтекст этого массоубийства следствие на данном этапе отвергает. Вероятнее всего, причина произошедшего во Франции – это психическое расстройство, суицид. Валер, ну теперь, когда мы вроде бы видим всю картину, что можно сделать, чтобы такие случаи не повторялись? Возможно, ошибки уже проанализированы и что-то уже делается? Да, известные своей тягой к порядку немцы уже приняли меры. Руководство Люфтганзе, это компания-владелец перевозчика Джерман Уинкс и ряда других крупных авиакомпаний, ввели новое правило, согласно которому в кабине управления самолетом всегда должны находиться не менее двух членов экипажа. То есть, таким образом, исключить вариант, при котором судьба сотен людей буквально находится в руках одного человека. Конечно, можно гипотетически предположить, что сойти с ума могут оба пилота или пилоты-стюардессы, или что злоумышленник сможет просто нейтрализовать коллегу и совершить то, что задумал. Но все же принятая мера существенно снижает опасность и, как минимум, затрудняет задачу потенциальных злоумышленников. Сегодня наша съемочная группа побывала в престижном колледже Dowling Aviation School. Нас принимал профессор Джим Рекорд. В этом вузе, помимо собственного аэродрома, есть специальные симуляторы кабин пилотов, современное авиационное оборудование и опытнейшие специалисты. Мистер Рекорд один из них. В 1971 году он стал первым выпускником этого учебного заведения в Нью-Йоркском Лонг-Айленде. Он управлял пассажирскими самолетами, для чего должен был вначале получить степень бакалавра в области авиационной науки и налетать полторы тысячи часов. Этот факт, говорит Джим Рекорд, отличает американскую систему от европейской. В Европе, в частности, в корпорации Люфтганза, пилотов обучают сами авиакомпании. Для начала карьеры летчика университетская степень, как правило, не нужна. И вот что нам в эксклюзивном интервью рассказал Джим Рекорд на этот счет. Говоря о нашем, американском правиле двух пилотов в кабине, могу сказать, что сегодня как минимум три европейских перевозчика переняли нашу практику и отныне будут действовать так же, как и авиакомпании США, чтобы в будущем избегать таких ситуаций. По мнению эксперта, обязательного присутствия в кабине двух членов экипажа может быть недостаточно. Регулярные психологические тесты тоже не менее важная мера, которая должна свести риск теракта и психоза к минимуму. В нашей американской системе все пилоты проходят психологические тесты в начале, то есть прежде, чем их нанимают на работу. Но потом, когда человек начинает профессиональную практику, таких проверок больше не делают, хотя, возможно, напрасно, и стоило бы их проводить регулярно. Рядовые пилоты потом ежегодно подтверждают свою квалификацию, а старшие пилоты, капитаны, каждые полгода еще сдают и силовые нормативы. Вот во время этих проверок неплохо бы врачам обращать внимание на душевное состояние всех авиаторов. Вообще, хочу напомнить, что авиатранспорт — это самый безопасный транспорт в мире, хотя, как мы видим, периодически случаются вот такие трагедии. В ответ на них нужно оперативно реагировать. В данном случае Европе стоит перенять наши правила двух пилотов и сделать регулярные и тщательные психологические тесты обязательными. И стоит добавить, что в США правила двух человек в кабине действуют с 2001 года после терактов в Нью-Йорке. Тогда же было принято решение об установке тех самых электронных замков в пассажирских самолетах. И вот эта мера предосторожности сыграла трагическую и совершенно немыслимую роль в судьбе 149 человек. Ведь принято считать, что человек за штурвалом — это всегда хороший парень. Действительно, большое спасибо, Валера.